всем привет с вами ванок и мы продолжаем знакомиться снова с инцепти в прошлый раз мы закончили на том что я создал штаны ли своего персонажа сейчас в видео наш персонаж уже бегает из не только со штанами но еще и с курткой сапогами перчаток только не хватает но может быть еще шапочки еще какой-нибудь очень суть в том что я уже даже дошел до места как которое мне нужно было построить здание начал там строительство вернулся сюда в это к этому озеру чтобы добыть глины ну и заодно открыл эту пещерку сейчас мы тут немножко покопаем древний кристалл добудем и после этого можно будет двигать назад я вам покажу я думаю что сегодня еще до кучи боевку а здесь на самом деле как оказалось достаточно примитивненько и волк есть не настолько страшно как мне казалось волки здесь вообще достаточно простенький противник на самом деле целую ряду причин потому что во первых они на самом деле никуда не ходят они стоят на месте по сути то есть у них какое-то есть место спауна на этом месте спауна они стоят и в общем то наплевать что вы там где-то что-то строитесь они к вам банально не придут то есть то что я чего я опустался на самом деле во всех предыдущих сериях что ко мне кто-то заявится. Этого здесь нет, и в общем-то пока что жизнь в этом мире достаточно простенькая, комфортная. Просто обходи стороной спаун волков, ночью особенно не гуляй, и будь тебе счастье. Как так получается. Ну, а во-вторых, здесь достаточно хитро сделан, даже не хитро, наверное, а наоборот, бесхитростно сделан блок. Когда ты его ставишь, тебя вообще никто не может, по сути, пробить. То есть ты просто видишь, что противник тебя начинает отковать, ставишь блок, и всё. И противник на этом свои действия какие-либо заканчивает, и те урона почти не наносит. Ну, если только ты сам не лажанёшь, и так далее. То есть это заметно упрощает игру. Здесь это позволяет сажаться практически с любым противником свободно. И, в общем-то, это на самом деле даже немножечко неправильно, на мой взгляд. Ну, допустим, ладно. В общем, глину я уже добыл, в принципе, мне ей нужно совсем чуть-чуть. Мне нужно по сути просто, чтобы сделать колодец, чтобы не бегать сюда, вот на это же озеро за водой в дальнейшем, чтобы у себя на базе уже озеро построить, и в дальнейшем уже жить припеваючи на том месте. Ну, может быть, куда-то ходить, конечно, же, там у меня ещё одну пещерку сейчас нашёл на карте, пока смотрел её. То есть, конечно, тоже всё будет присутствовать, но в целом в принципе, моя задача сейчас немножечко отстроить дом. Когда я его уже отстрою, это можно будет уже делать дальше. Единственное, что, конечно... Ох ты, я рыб даже поймал. Без удочки, кстати говоря, тоже. Удочка — это отдельный момент. Удочку надо скрафтить, потому что удочка достаточно интересно, но надо же с удочкой будет сюда бегать. У меня не так уж и близко дом. То есть, допустим, чем мне нравилось стартовая локация, так и тем, что там ты, по сути, у кого-то аномалия. Или это там и есть аномалия. В общем, в том, что там у тебя и озеро, и все нужные ресурсы, но нет. Так. Отлично. Ещё какие-то ненужные вещи набрали. Но, может быть, в будущем они пригодятся. Я, кстати, тут обнаружил, что, на самом деле, инвентарь-то нашего помощника больше, чем я думал. Я думал, что сейчас я уже упрусь, ничего не смогу сделать, но нет. Тут, на самом деле, есть возможность немножечко ещё его позабивать. Тем более, что у него вес, он, видите, чтобы превысить максимальный вес, по-моему, надо очень постараться. У нас сейчас тысячи килограмм, а максимально пять тысяч. Не то, что наш персонаж, он уже на грани, видите, находится. То есть, надо постоянно перекладывать, не забывать. Вот. Я, в принципе, на самом деле, более-менее в этой игре обжился. То есть, да, там аномалия как раз и есть. В принципе, нам нужно реально сейчас искать, в первую очередь, именно... Там, интересно... На самом деле, уже темнеет потихонечку. Надо, наверное, двигать базе. Вот, вот, одиночный волк. На нём мы сейчас посмотрим боёвку. Вот, как раз он нам попался. А, это, кстати, лисица. Лисица сложнее, чем... Волк, её... Она... Она быстрая, она вас может пробить. Но лисица, в принципе, вот, видите, по сути, такая же. У неё есть определенный момент, начинается каст, условно, да, каста. Атаки, под которые нужно успеть поставить блок. Она просто очень быстро атакует, в отличие от волка, который волк, он... Волк, он просто реже атакует. А лисица очень часто атакует. Соответственно, это даёт её некоторый бонус, потому что она, видите, я на нё... Нанёс удар, она меня атаковала. То есть, если я не успеваю блокировать, то она мне будет наносить урон. Но её можно убить. То есть, она просто долгая, более муторная. Волк, он как бы такой. По почвам, кстати, он тоже уходит. Плюс, видите, тут немножко подзалипает. Это, кстати, я думаю, сейчас... А, это, кстати, не волк. Это медведь как-то... Или волк, всё-таки. Я вот просто в прошлый раз испугался какого-то жирного товарища. По-моему, это медведь. Да, мы сейчас и на медведи, я думаю, посмотрим. Сейчас мы всё вообще полностью лисицу оберём. Давайте посмотрим на медведя. Я не думаю, что он тоже сильный противник. Серьёзный. Ну, в случае чего, конечно... Видите, вот даже такой вот медведь, серьёзный товарищ, он не может наш блок пробить. То есть, мы стоим, блокируем, и нам, ааа, плевать. Плюс, видите, он реже бьёт. За счёт этого он даже более простой противник, чем лисица, оказывается. Что мы больше ему удар можем ставить пока. Ну, вот сейчас я пропустил удар, но, видите, он не сильно у меня урона много нанес. То есть, я могу даже, в принципе, мне кажется, не блокировать его, но не хочется, да, потерять. То есть, видите, медведь, которого на самом деле, вроде как, во всех играх вас должен пугать, в этой игре, вот тут я не успел поставить блок опять, он, в общем-то, не к чёмный покажет. То есть, пока вот этот блок разработчик не поправит, в общем-то... В общем-то, вот такие сражения и будут с противниками. То есть, будут они вообще вам никаких проблем не создавать, будут они изи-модами, и, в общем-то, будут хищники главными источниками... Вот, кстати, там и волк. Хищники будут главными источниками вам и шкуры, и мяса, и так далее. То есть, не нужно бегать за всякими оленями, которых ещё надо поймать. Достаточно, вот, найти хищника, он от вас не убегает, он, наоборот, к вам бежит. И при том, что убить его, ну, не сложно. Разве что, ну, может быть, действительно, волки будут проблемами, даже не потому, что они сами сесть сильно, а то, что их много. То есть, когда их стая, возможно, они вам чё-то и смогут придумать. С разных сторон атаковать, ну, и плюс... Это чё такое? Хищник? Это волк, да? Это волк. Я чё-то как-то не сразу определил, как-то он странно выглядел. Ну да, это волк. Вот. Просто там будет много, скажем так, наслаиваться их ударов, а вы просто, наверное, не сможете, скорее всего, из блока выходить, чтобы хоть какой-то удар наносить. То есть, это будет очень долгий, очень мутерный бой. А в целом, на самом деле... О, я чё-то нашёл. Боёвка. Ещё, как я говорю, очень пока что простая, примитивная. И те, кто, допустим, ожидает от этой игры что-то серьёзное, я думаю, что они, наверное, расстроятся. Потому что реально всё в этом плане тут настолько, настолько примитивно. Во, дождь пошёл. Замечательно. Ну, я хочу вернуться к своей базе. Я уже вообще это сделал. Построить колодец, немножко показать вам строительство. В принципе, я вам показывал уже ранее. Серьёзно, оно не изменилось. То есть, по сути... Ой, я тут набегался. У меня закончилась стамина неожиданно. Я даже такого не припомню, чтобы у меня стамина закачивалась. А тут закончилась. Ну, пока есть возможность, давайте перекинем, наверное. Что-то, ну, драссу, наверное, много у нас. Хотя нет, не так уж и много. Костелс тоже не очень много. Кости, во-первых. Кости у нас должны состакаться. Вот это да. Просто вроде как, чем меньше у нас... Хотя могу ошибаться, но вроде как, чем меньше у нас будет инвентария вещей, тем меньше, точнее, у нас вес будет инвентария, тем нам проще. Но сейчас уже темнеет. Нам нужно всё-таки вернуться на базу. База, на самом деле, у нас не защищена, то есть там не сейт-зона, но... Ещё там сказанных на вещей, что, в принципе, уражины у нас... Вот, кстати, мой домик прорисовывается. Они не ходячие, они стоячие, по сути своей. То нам это вообще никакой проблем не создаст. Может быть, потому что дождь идёт, у нас персонаж так стал быстро выдыхаться. Потому что чё-то как-то... Да, кстати, у меня тут какие-то сети появились всякие сообщения, то есть надо посмотреть, чё там. Так как мне и холодно, у меня и, кстати, голодно, и по Коцину у меня... Ну, в общем, посражался, да. Вот, вырисовывается наш домик, недостроенный, но в силу особенностей движка данной игры, в силу вообще особенностей данной игры, тут, видите, даже если они достроили, всё равно это, по сути, стены, они как бы есть. То есть вы в них упираетесь, вы стоите, но они как бы недостроены, просто, в общем-то, вас немножечко могут смущать тем, что у вас они... не такие текстуры, а прозрачные. Двери у меня нет, двери нужно, соответственно, изучать. Двери это та вещь, которая, в общем-то, сразу не открыта, и, честно говоря, не знаю, как это. Надо, видимо, струндуки искать, какие-то чертежи находить, потому что так пока что я не могу. Давайте я тут дострою одну эту фигню. Финализируем вот эту стену. Вот, и... Зажжём... Так, как там у нас... Нет, вот, вот так. Первое лицо. Тут от первого лица лучше смотреть. Зажжём костёр. Можно сразу взять отсюда пепел. Я, правда, не смотрю, мы тут особенно и не греемся. Чё-то как-то странновато. Ну ладно, давайте мы, короче, тогда... Раз мы тут не греемся, я, честно говоря, ожидал, что всё-таки костёр, на котором мы стоим, будет нас греять. Хотя бы в здании. Тут хотя бы дождь не идёт. Ну, конечно, он всё равно немножко идёт. Но, вроде как, должно тут получше быть. По крайней мере, у нас тут... Надо ставить, хотя бы крыши нет. А мы можем достроить крышу. Почему бы и нет? И над нами тут будет тоже крыша. Но это, конечно, если не поможет. Может быть, если полностью закрыть все вот эти... стены, тогда, может быть, и будет дома тепло. Но ещё, может быть, двери надо сделать, и окна всё-таки надо сделать. Пока что, конечно, в этом плане тут у нас всё примитивненько. Но стройка идёт. Стройка, в общем-то, продвигалась у меня и то, как я начал снимать. Кстати говоря, у нас пока нет время, сколько у нас костёр будет гореть. Ну, надеюсь, мы его подкармливаем всё-таки веточками, потому что веточек у меня навалом. А вот... Крышек у меня не так же много. И веточек у меня там как говна, как говорится, как грязи. Вот они. Короче, ладно, давайте мы что-нибудь сожрём. На самом деле, у меня есть мясо. Мясо. Кстати, нужно ещё мясо приготовить. Но, правда, для того, чтобы мясо приготовить, нужно там какой-то ресурс, либо вода. Но вода у нас сейчас, в принципе, будет в большом количестве. Так что я думаю, что надо бы готовить, наверное, вареное мясо, потому что на это я готовил жареное. Сейчас я вам покажу. Вот. Для этого нужно любой... любой травы. Травы у нас не так уж и много. А вот... Ага, нам для этого нужна целая кухня. Нам мало. То есть, вот этого. Ну ладно. веточками добавляет. Ну ладно, допустим, а будет хотя бы такой. То есть я тут, оказывается, сам себя обманул. Я думал, что будет всё проще, но нет. Ну ладно, это не суть так важно, на самом деле. Главное не забыть поесть. Я это мясо приготовил. Это его сырого навалом. А вот... Я понял, всё. Я, короче, мог готовить суп, потому что у меня там было... Я находил, помните, там волшебное место с грибочками. Там было именно как кухня-то считалось. А тут... Соответственно, всё иначе. Ну ладно, мы просто сажали, насытились. Надо ещё разок. Вот. И, соответственно, наш персонаж чувствует себя явно... Сейчас, наверное, явно лучше. Что у нас тут есть, присутствует? Ага. Так, а это что? Ваш... Персонаж... Ага. Истекает кровью. А у нас где-то было. Вот. Вот это нам надо добавить. И, соответственно, у нас... Вот это сейчас должно исчезнуть. Да, и подлечились. Ну, замечательно, всё. Вопрос решён. В принципе, надо, наверное, потом будет ещё придумать хеллинг кавер. А у нас он закончился. Надо будет скрафтить. Он вроде не сильно сложный в строительстве. Короче. Хотел я сделать колодец. Колодец я сейчас и сделаю, потому что колодец у меня... Для колодца всё есть. Хаузинг. Дальше. Констракшн. Велд. Отлично. Можно, по-моему, сразу, да, сделать его или нет? Нет. Ну, ладно. Давайте морд разделаем, соответственно, из песка. Песок я не знаю, где добыл, но песока, по-моему, у меня сейчас даже меньше, чем, по-моему, глины. Ну, что ж. Быстро у нас так. Видите, колодец... Представляешь, что, по-моему, дольше эти нитки делает, чем колодец собирает. Каменный колодец, обратите внимание, да? Хорошо. У нас, кстати говоря, ещё где-то факел был. Ну, это экипировка. И он, кстати, наверное, тоже не постоянный. Давайте мы сюда поставим, чтобы он нам в инвентаре не мешался. Итак, колодец. Правой кнопкой. Отлично. И, соответственно, мы можем заполнить все бутылки водой. И одной проблемой меньше, потому что колодец нам даёт возможность, соответственно, не бегать за всякой фигнёй. За всякой фигнёй. Аля то, как вода. Ну, в общем-то, и всё. А вот столько вода нам даёт. Что-то я залип немножко. Дальше. Задача моя, конечно же, достроить вот это здание. Было бы это очень интересно посмотреть. Давайте вот хотя бы вот эту стенку с окном досмотрим. В принципе, это не как бы, в общем-то, не сильно... Хотя нет, стенка с окном. Какая разница? Думаю, что надо просто тут как-то это всё делось как бы немножечко с каким-то подходом подходить. Хорошо, так сказал, с подходом подходить. Ну, в общем, ладно. Пока у меня есть и верёвки, и брёвна, можно просто вот так делать, подходить, финализировать. Но это быстро сейчас закончится, потому что у меня не такие большие запасы. Но здание есть. Есть у меня тут, соответственно, ещё и стол для крафта, на котором мы можем тоже что-нибудь скрафтить себе. То, что требует Сатосона обязательно именно наличие такого стола для крафта. Ну, допустим, вот это, да? Базовая кровать, которая, кстати, у нас интересна. Знаете, что меня тут интересует? Что вот этот банк, банк, он у нас требует больше скилла, чем базовая кровать, при этом я не ошибаюсь? Да, при этом он меньше требует ресурсов. Это мне интересно как-то. Это как-то немножко странно реализовано. допустим, у меня в принципе кожу-то я сделаю. Единственное, что кожа, конечно, у меня или чего-то другого может пригодиться. Я бы хотел сделать просто базовую кровать. Вроде как ресурсы... мы же убедились, да, что ресурсы вроде как не просираются. Ну, ладно, на самом деле, как бы хрен с ним, этих... эту кожу я, знаете, в огромном количестве могу себе надобывать. Я уже, в принципе, надобывал. Во, удачно. Ну да, видите, в принципе, когда фейл, просто фейл и все. Ресурсы не тратятся, в отличие от многих других игр, где типа за фейл, значит, ресурс теряешь. И по крайней части ресурсов, тут наплевать. Так, ладно. Так, не то я все открываю, путаюсь в сих пор кнопках. Кровать мы разместим. Так, надо здесь что-то вспомнить. Вот, да, вот так поворачивать. Пусть будет у нас кровать вот тут стоит в этом углу. Отлично. Ну, спать на ней почему-то нельзя. При всем при этом. Что-то немножко странно. Зачем я тогда ее строил? Если не спать, пока что нельзя. Ну, построил, ладно, короче. Ладно. Строительство реализовано, как я вам раньше показывал, вот таким образом. То есть тут вы, соответственно, открываете вот такое меню с немножко кривой камерой. И в этом меню вы, соответственно, можете строить. Тут отображается, в принципе, то, что у вас есть. Наш персонаж, он стоит. Тут дом отображается полностью достроенным, да еще и днем, хотя у нас сейчас ночь. и вроде как... Моя игра на паузу, да, даже не ставится в этот момент. Интересно, потому что кубик-то летает. Хотя, может, кубик просто крутится, но на месте. Ну, это, в принципе, не так уж и важно. То есть, соответственно, вы тут выбираете, из чего строить. У меня тут вариантов пока что не так много, ввиду того, что у меня тут... Это что такое интересно? Я такого не видел. Двухэтажный аж большой особняк. Тут, главное всего, проблема это то, что камера начинает очень криво работать. То есть, на... Тут у вас, он работает как на камеру. Ну, в принципе, вот, надо просто а, надо правую кнопку зажимать. Я все... Все, теперь вроде я понял, чтобы как летать на камеру. Правую кнопку зажимаешь и нормально летаешь. Но все равно это не очень удобно. Так. Здесь у нас есть какое-то, кстати, перило даже. Наверное, не совсем перило. Хотя, никак не повернуть. Это скорее заборчик какой-то. Простенький, да? Хотя, может быть, как и перило, можно... Так. Как там их крутить? Вот, вот так. То есть... Нет, так он не... Как перило, может, конечно, не работает, но не так, как мне нужно. Ну, ладно, это не суть, важно. Вот. В общем-то, у нас тут есть какие-то постройки. Допустим, мы можем еще построить тут вот такую фигню непонятную назначение для меня. Тут нам потребуют, соответственно, кирпичи, наверное, дерево, базовую платформу, которых у меня тут целая куча. Более продвинутые, но у меня ресурсов для этого нет. Сейчас столбик, тоже не совсем понятно, зачем, но тоже можно построить. Вот это, кстати, фигня требует тоже чего-то, чего у меня нет. То есть, в принципе, я тут... Чистокол, можно построить, но чистокол, в общем-то, без ворот, по-моему, бессмысленная задача. То есть, тоже, как бы, зачем они, непонятно. В общем, как бы тут присутствуют постройки, но это все, что пока что не доступно. То есть, тут еще есть, и на самом деле, окна, двери, где там я выделил двери. Вот, двери, но у меня пока что просто никаких дверей не открыто, поэтому, в общем-то, в этом плане я ограничен. То есть, хочется все-таки найти дверь, чтобы ее можно было строить. Ну, давайте, допустим, пока мы тут... Я начал второй этаж строить. Я вот так чуть построю. А тут, наверное, мы снесем и сделаем с окном. Вот так. Как бы, конечно, в общем-то, пока что не сильно большая разница по внешнему виду. Такой, немножко, своеобразный получается у нас дом, но почему бы и нет. Вот, допустим, второй этаж мы задали какой-то, ну, чтобы, допустим, тут дождик шел, нам не заливалось дом. И можно, соответственно, выйти, теперь пойти туда посмотреть, что у нас тут все тут сохранилось, что тут все присутствует. Моя задача сейчас, на самом деле, еще, знаете, что сделать контейнер. контейнер. Контейнер у нас делается от СНА тоже в хаосинге. Контейнер, кстати говоря, может быть даже... А, нет, вот кабинет. Маленькая бочка. Мне вот интересно вместительность. Какая? То есть, явно вот эта вместительность побольше. Здесь в нем вообще можно что-то хранить? Начнем с этого, да? Ну, допустим, попробуем сделать кабинет. Так. А, ну вот, все правильно. Тут нам и надо делать. Просто мы не рядом стояли. Во. Делается. Сейчас мы еще и мебель тут расставим. Вообще все будет замечательно. Можно будет жить. Я просто хочу сложить немножко всякую часть предметов, которые уже совсем мне не нужны. Так что я хочу вот это открыть. И это хочу открыть. в зимитарь. На самом деле вот так надо заходить. Допустим, так. Сколько... О, он совсем чуть-чуть вмещает. Да. Понятно. То есть, тут... Наш персонаж больше перетаскивает, чем в этот кабинет можно положить. ну, ладно. В конце концов. Хоть что-то сюда сейчас сложим. Наверное, даже сюда есть смысл складывать то, что, в принципе, на карте редко находится. что прям в единичном количестве, чтобы просто разгрузить именно слот нашего этого товарища. Ну, в принципе, вот этот. Да, кстати, можем растения сюда переложить, всякие семена, которые мы все равно пока что сажать не собираемся, а слоты они забивают. Вот как-то так, да. И места тут вообще минимум. Это что у нас? Как-то непонятно. Ладно, пусть лежит. А, это песок, кстати говоря, педословутый. Ну, ладно, пусть пока лежит. Бумагу сюда можно перенести, хотя бумага периодически находятся. Рыбу? Ну, рыбу не вижу смысла. То есть, кстати, у нас веревка только одна осталась. То есть, что-нибудь... Вино? Вино нам как бы пока что не нужно. Мы потом что-нибудь отметим, что-нибудь очень успешно выпив это вино, да? Ольга? Ну, пусть будет. Может пригодится. Ну, как-то так, короче. То есть, в принципе, не так уж, но тут есть что можно выложить в этот шкаф. В принципе, мы переложили семена и уже достаточно. Уже хорошо. Ок. Ну, ладно, короче, я думаю, что сейчас тут зацикливаться особенно смысла нет. Нас робот может много переносить и за что ему огромное большечеловеческое спасибо, как говорится. Он еще лук, давайте выложим. Лук, наверное, для готовки может пригодиться в будущем, да? Как и так. А это что? Ну, стаминный тоник тоже, я думаю, не сильно нам нужен. Хотя, может быть, в бою, конечно, он и может пригодиться. Ну, ну ладно, короче, пусть будет. Так, короче, короче, давайте я быстренько еще знаете, что я сделаю? Хочу я сделать себе проще, не так, кстати, заходить, а вот так, вот так, и вот так, кстати, не так уж и много нас, надо листья собирать, листья реально в дефиците, потому что листья очень сложно насобирать, потому что нужно либо кусты специально находить, либо деревья лиственные, то есть, на самом деле, с листиками все не так просто, хотя их можно просто обычно ботанайз скиллом находить, то есть, тоже есть, так, стоп, как там, вот так, да, можно было вернуться, ну, хоть что-то есть, то есть, в принципе, две веревки сделаем, уже хорошо. Вот, в общем, как так получается, то есть, в принципе, а на улице темно, сверчки поют, где-то там, наверное, ходят волки, но уже потихонечку светлее, то есть, мы всю ночь тут проболтали, простояли, там все, эта аномалия летает, в которой все никак, руки не дойдут с ней что-то сделать, прилично или неприлично, уж не знаю, давайте вот тут еще сделаем, пока есть ресурсы, пол доделаем, ну, вот, в принципе, на самом деле, у нас, ну, конечно, наверное, много ресурсов надо вложить, но, в принципе, примерно половину, чуть меньше, наверное, я уже построил дома из того, что я сделал, то есть, я, в принципе, изначально и дом побольше сделал, потому что он был такой просторный, чтобы не было клетушечка 2х2, да, потому что 2х2 я бы уже давно бы сделал, ну, вот как так у нас получается, дом небольшого возвышения, такой на платформах, кстати, по-моему, нигде, да, платформа, где-то я не стал делать, да, ну, в принципе, тут можно тоже будет здесь убрать, или разобрать, например, если вообще, конечно, можно будет разобрать, по идее, можно, а может и нельзя, ну, не суть важна, ладно, тут можно будет какой-то потом подвал вырыть, хотя нет, терраформинга здесь как раз в этой игре нет, потому что подвал я не вырую, это тоже, кстати, недостаток игры этой, отсутствия терраформинга, на самом деле, с терраформинга игра бы, наверное, бы заиграла бы новыми красками, потому что терраформинг, это был бы тогда бы, все-таки уже, еще один пас в сторону Life is Fiddle, причем достаточно серьезный пас, потому что Life is Fiddle, терраформинг реально, очень важную роль играет, так, это все, вода, дайте мне чертеж, пожалуйста, чертеж, двери, м? какое-то масло мы нашли, так, не, я ничего не скажу, на самом деле, и вода тоже бутылки полезна, потому что бутылки это вода, то есть, чтобы 20 раз колоться не бегать, проще, соответственно, иметь в запасе побольше бутылок, но все равно, хочется рецептов, я их на самом деле находил уже, но, видимо, надо все-таки побегать, поизучать местный мир и так далее, может все-таки в иномалии, наконец-то, сходить на это дело. Так, а между прочим, персонаж уже 50-летний, а это знаете, о чем говорится, что наш персонаж может откинуть копыта в любой момент, поэтому, я думаю, надо знаете, что, что-то всю фигню перекинуть в нашего робота, то робот, наверное, не умирает же, то есть, персонаж, умирая, то есть, перекинем все в него, если что, конечно, одежда еще, ну ладно, это не так важно, просто, знаете что, я думаю, что, можно было бы, конечно, сходить в аномалию, так вот, кстати, сохраняться, просто, главное, в ней не умереть, то есть, собираем в аномалии, это значит, что, соответственно, наш персонаж, я так понимаю, там и останется, то есть, допустим, где-то тут умрем, то наше тело тут останется, если мы, соответственно, умираем в аномалии, мы просто там и остаемся, есть у меня такое подозрение, ну, кстати, стая волков, там, кстати, еще альфа волк, видите, такой большой, о, а, это не альфа, это альфа медведь, то есть, слава, вот и тот самый, ну, короче, ладно, хотел я просто в аномалию сбегать, мы понимаем, наверное, в следующий раз, мы в одной из первых серий, в этой аномалии были, то есть, в общем-то, я не думал, что мы что-то необычное найдем, хотя, конечно, может быть, и будет там что-то, может, что-то тоже сделали, но я пока хочу тут обжиться, я думаю, что, наверное, стоит все-таки пока что тут сидеть, не сильно рыпаться, и в первую очередь, в первую очередь, все-таки именно думать о том, что у нас персонаж смертный, что он нас быстро умрет, действительно, достаточно короткий цикл жизни, и, соответственно, я так понимаю, что он умирает, тело остается здесь, наш кон восстанавливается, где-то там, где у нас база была начальная, и, соответственно, после этого мы сюда пробегаем, все подбираем, и дальше живем здравствуем, ну, так, мне кажется, вот, может быть, ошибаюсь, кто знает, вот, давайте немножко просто я порублю деревья, о, кстати, вот, вот эти листья как раз пресловутые, может, даже березку для этого не стоит, рубить, что я с березки очень ломно сыбер, так, бархмисать не нужна, так, давайте-ка мы ее, вот это мы срубим, дерево, память, это же сосна, да, сосна, вот так она падает, как и раньше, она странновато падала, но раньше она еще каталась, по-моему, тут вроде как перестали, хотя бы в деревьях кататься, так, давайте для, все-таки для порядка возьмем, и разрубим дрова, нам нужна для строительства, дрова это самый наш сейчас ресурс, для с постройки дома, дрова это достаточно такая, тигаботная вещь, то есть, сначала срубить дерево, потом надо добыть, разрубить ее на, соответственно, на дрова, на эти самые, на бревна, это в чем, долго достаточно делается все, то есть, тут как раз это все дело не быстро, это все немножко утомляет, то есть, ну, в принципе, игрушка сама такая ножка, вы видите, да, у нее нет богатства в плане, именно, выживательной части, потому что, в принципе, тут достаточно все просто, то есть, я никаких сложностей сейчас не нахожу в этой игре, в плане выживания, то есть, у меня здесь есть все, здесь у меня еда, вода, одежда, дом, меня тут не мучают никакие, Соответственно, животные не сильно нападают То есть нет каких-нибудь там монстров, которые по ночам тебе приходят И тебя ББО делают и так далее То есть в этом плане игрушка такая примитивная И может быть даже она может кого-то начать И даже раздражать такой самой примитивностью Но В принципе, пока что играть можно То есть знаете, как The Black Death, например, я тоже достаточно много времени в этой игре потратил Хотя, казалось бы, да В общем-то, игрушка достаточно примитивная Но нет, что-то там в ней можно найти интересного В общем, ладно, теперь уже надо закругляться Что я, в общем-то, всю суть вам этой игры показал Теперь можно еще на долгое время Именно в части видео К ней не возвращаться Когда выйдет еще несколько интересных патчей Тогда, может быть, мы на это все посмотрим Что там поменялось, что изменилось, что добавилось Может боевку поменять, может еще что-то То есть игрушка не стоит на месте, это хорошо Но не развивается настолько быстро, как тоже бы хотелось бы Ну а с вами был Воднок Спасибо за просмотр видео Не забывайте подписываться на канал, оставить комментарии И всем удачи! Спасибо за просмотр! Спасибо!